МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Митрополит Корнилий, предстоятель Русской Православной Старобрядческой Церкви, Московской и всея Руси. Родился он 1 августа 1947 года в подмосковном Орехово-Зуеве в Старобрядческой семье. Далее он учился в техникуме. После окончания техникума работал на литейно-механическом заводе Орехово-Зуево, хлопчат от бумажного комбината. Трудился на этом предприятии до 1997 года на разных должностях, совмещая работу с учебой. В последние годы работал начальником отдела технического контроля завода. В 1991 году начал он духовную свою деятельность. Был избран председателем Церковного совета Орехово-Зуевской Старобрядческой общины храма Рождества Пресвятой Богородицы. В мае 1997 года, оставив светскую работу, дал обет безбрачия и был поставлен в Сан-Диакона. В марте 2004 года в Москве в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в Сан-Иерея. Местом его служения был назначен храм Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуеве, где он исполнял обязанности второго священника. В октябре 2004 года избран кандидатом в епископы на Казанско-Авятскую кафедру. 14 марта 2005 года принял иноческий постриг с наречением имени Корнилий. В мае 2005 года в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в Сан-Епископа. 21 июля того же года был совершен чин его восхождения на Казанскую кафедру. 18 октября 2005 года на Освященном соборе в Москве епископ Казанско-Авятский Корнилий был избран митрополитом московским и всея Руси. В январе 2018 года для поддержки различных старобряческих проектов митрополитом Корнилием совместно с крупнейшими старобряческими религиозными организациями России был учрежден фонд поддержки и развития старобрячества «Правда русская». При финансовой поддержке фонда началось восстановление старобряческих храмов и реставрация наиболее ценных икон. В 2020 и 2021 годах по инициативе митрополита Корнилия было организовано празднование 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. За годы своего предстоятельства митрополит Корнилий возвел в священные степени более 50 священников, диаконов, более 100 чтецов и священосцев, осветил большое количество храмов, с большим вниманием относится к почитанию святых мест, связанных с историей старобрячества. Посещал скит, где проживает отшельница Агафья Лыкова. Последние десятилетия большое внимание уделял возрождению духовно-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода». Усилиями митрополита Корнилия активно развивается издательская деятельность, создан музейно-архивно-библиотечный отдел митрополии. Появилась церемония награждения авторов, издателей и журналистов за вклад в публицистическую, творческую, информационную и просветительскую деятельность, посвященную теме старобрячества. Как глава Русской Православной Старобряческой Церкви, митрополит Корнилий позиционирует себя в качестве сторонника продолжения курса преодоления изоляции старобрячества от современной духовной и культурной жизни России. Митрополит Корнилий член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в 2021 году награжден. Также награжден Орденом Дружбы в 2013 году. Вот такая вот краткая справка о жизни митрополита Корнилия. А что вы можете сказать о приезде представителя Русской Православной Старобряческой Церкви? Ну, как я уже сказал, что митрополита интересует места, исторические места, где были центры старобрячества. Вот как раз вот в республике Атыва, еще до революции, тоже был центр русского старобрячества. Поэтому он хочет нам приехать. И еще цель такая – посетить нашу общину. Для нас это, конечно же, большое событие. Впервые, можно сказать, к старобрядцам республика Атыва приезжает представитель Русской Православной Старобряческой Церкви, митрополит Корнилий, московской всея Руси. Также, я думаю, наверное, будет и событие для республики Атыва. Потому что такого высокого ранга религиозные деятели именно от старобрячества приезжают впервые. Расскажите, пожалуйста, про деревню, в которой хотят поставить крест. Также цель митрополита Корнилий – как раз посетить это место, центр общин старобрядцев, который находится на Малом Енисея, в деревне Кокхак, где до революции 17-го года, в 20-м столетии, была община и построен храм в честь покрова Пресвятой Богородицы, где и мы хотим поставить памятный крест. Сейчас там, к сожалению, уже находится пустырь, и от храма уже ничего не осталось. А почему именно сейчас? Ну, во-первых, наша задача всех поколений – это сохранять историю. Историю родного края. Также и мы тоже, у нас такая задача – сохранить историю о наших предках, которые тоже были созидателями здесь, в республике Тува, вообще старобрядческие движения, где бы оно ни находилось, несмотря на то, что оно постоянно было в гонении, почти 400 лет в родном государстве, они были патриоты своего отечества и всегда были созидателем, где бы они ни находились. – Когда они приедут и какая программа предстоит для них? – Приедут они в четверг. В первую очередь встреча будет с главой республики в 11.00. Потом вечером, уже во второй половине дня, будет встреча с общественностью примерно в 17.00. В первый день. Во второй день – это поездка как раз в деревню Кокхак, на место освещения места для постановки креста. И далее уже поедет он к нам в общину. В субботу и в воскресенье он будет вместе с нами принимать в моление на память праздника Средний Чедотворный Конный Владимирский в субботу утром. Также и воскресные службы, на которые также будет праздник и Рождество Иоанна Предотечья. – То есть он приезжает на четыре дня? – Да, приезжает на четыре дня. – А с кем он приезжает? – Приезжают еще с ним помощники, два человека. Протодиакон Виктор, секретарь его, и чтец Иоанн. Два человека помощники к ним приезжают. – Еще вопрос, а чья была инициатива все-таки его пригласить сюда? – Инициатива исходила от него, от самого. Еще два года назад он хотел приехать к нам, но так как у него был очень жесткий график, и, соответственно, получилось именно через два года только к нам приехать сюда. – А в какое время в Туве начали появляться старообрядцы? – Ну, старообрядцы, они постоянно были гонимы в царское время, и искали места такие, где бы не трогали в первую очередь их мировоззрение, то есть веру. И, соответственно, они из Центральной России постепенно уходили в Сибирь. Таким образом, и Сибирь осваивалась, это начиная с 17-го столетия, а вот как раз вот в Республике Тува появляться они начали уже в конце 19-го столетия. – Переезжать сюда, как в более спокойные места, где бы не трогали их, в первую очередь, мировоззрение, и чтобы они могли спокойно молиться, и чтобы не было на них гонений. И, соответственно, видя, что местное население к ним относилось хорошо, и были добрососедские взаимоотношения с ними, и, конечно же, они организовывали здесь целые деревни, и оставались здесь из поколения в поколение жить до нашего времени. – Спасибо, что пришли к нам в студию и поделились интересной информацией. А я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель местной религиозной организации города Кызылы во имя святого великомученика Георгия Победоносца Ирей Владимир Шибанов. Всего хорошего. – Всего доброго. – Субтитры создавал DimaTorzok